Сабина Алиева не может ходить с детства, но этот факт совсем не мешает девушке заниматься тем, чем ей нравится. В течение нескольких месяцев, три раза в неделю, она приходила тренироваться во дворе спорта Педагогического университета. Готовилась к фестивалю. Сейчас Сабина умеет танцевать и фехтовать. Мне здесь не очень нравится. Очень нравится. Здесь весело общение. Мы будем между собой играть и баскетбол, и фехтоваться, и осетинские танцы танцевать. С нами будут танцевать ребята-студенты, и мы четыре девушки. На фестиваль паралимпийцев приехали спортсмены-колясочники со всех районов и городов. Пригласили также в качестве гостей и из республики Ингушетия. Багаудинажигов прибыл вместе со своей немногочисленной делегацией. Говорит, этому направлению уделяется большое внимание и на родине. Но у дагестанцев стоит поучиться находить спонсоров. Пока не можем найти таких людей, которые бы нам спонсировали. И элементально вот эти коляски, они очень дорогие коляски. Но у нас таких нет. Ну вот наши спортивные коляски, мы сами покупаем. Список спонсоров, инвалидов-колясочников и фестиваля действительно впечатляет. Подключились благотворительный фонд «Чистое сердце», ДГПУ, фонд «Шамиля», «Энергосбыт-1» и «Эльбинбанк». Теперь спортсмены с ограниченными возможностями при желании могут заниматься спортом, выбирать занятия по интересам и подключаться к таким массовым мероприятиям. Программу фестиваля также включили выступления детского хореографического ансамбля «Сары Кум» и вокального ансамбля «Экспансия». Состоялись показательные поединки между паралимпийцами, хехвандистами, кикбоксерами и фехтовальщиками. Из этой троицы Сабина выбыла из борьбы одна из первых. Но грустить по этому поводу нет причины, считает девушка. Этот праздник не ради результата, а ради того, чтобы люди с ограниченными возможностями не замыкались дома в четырёх стенах, а вели активный образ жизни. Настроение присутствующих – главный показатель, что достичь поставленной цели удалось. Секинат Малаева, Селим Тадживо, Салимат Ряхьяева. Время новостей.